О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершилинка. Мы собрали для вас все самое важное и интересное. Давайте посмотрим, что в выпуске. Дело Павла Гриба. Реагировать на жестокое обращение России с незаконно задержанным украинцем призывает украинский МИД. Украинские бойцы в стиле аниме. Картины японки рвут соцсети. Сражаться на всех фронтах герои АТО разыграли футбольный кубок. На Донбассе боевики продолжают вооруженные провокации. На Донецком направлении пророссийские наемники дважды применили противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. По защитникам Песков и один раз по защитникам Опытного. Во время четырех обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ, заставляя врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет. Украинских врачей снова не пустили к незаконно задержанному России Павлу Грибу. Уже второй день подряд Василий Притула и Юрий Кучин пытаются попасть в СИЗО, чтобы осмотреть больного юношу. Как заявил отец Павла, Игорь Гриб, следователь, который ведет дело его сына, отказался от встречи с консулом и врачами. Напомню, накануне украинские медики в сопровождении дипломатов приехали в Краснодарское СИЗО, чтобы осмотреть Павла. Сделали они это по требованию Европейского суда по правам человека. 19-летнего юношу, украденного российской ФСБ, он очень нуждается в лекарствах и специальной медпомощи. Ни того, ни другого в СИЗО у него нет вот уже полтора месяца. Сегодня повторилась та же картина, что и вчера. К сожалению, наши украинские врачи не смогли попасть к Павлу. К тем жалобам, которые они подали вчера, никто не прислушался. Они хотели встретиться уже как частные лица со следователем. В этом также было отказано. Никуда они не достучались, не попали к Павлу. Сегодня они опять подали жалобы и в прокуратуру, и в ФСБ, но их также отказались принимать. Поэтому они их просто оставили в ящиках, которые находятся в этих ведомствах. В последнем разговоре российский адвокат Павла Андрей Сабинин рассказал, что при последней встрече он увидел, что состояние Павла и его внешний вид существенно ухудшились. Что на лице и шее выступили язвочки, а что там на теле, этого он не видел. Осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Павлом Грибом, а также усилить давление на Россию для его освобождения. С таким призывом обратилось Министерство иностранных дел Украины к международному сообществу и правозащитным организациям. В МИД выразили протест из-за очередного нарушения России прав человека и норм международного права. РФ проигнорировала все обращения украинской стороны о допуске украинских медиков к Павлу Грибу. МИД Украины расценивает эти действия исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью украинца. Узника Кремля. Украинца Олега Сенцова везут в колонию, расположенную недалеко от Северного полярного круга. С большой долей вероятности политузника этапируют в город Лабытнанге, в исправительную колонию номер 8. Об этом сообщила координатор правозащитной программы Русузник Яна Гончарова. По ее данным, колония относится к так называемым «красным». За несколько последних лет не единожды появлялась информация о жестоких избиениях заключенных в ней. Начальников арестовывали за коррупцию. Информация об этапировании Олега Сенцова из Иркутска в Ямалоненецкий автономный округ появилась в сентябре. Напомню, в августе 2015 года суд в России приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по надуманному обвинению в терроризме. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца шестерых крымских татар. Их задержали в среду в Бахчисарае за активную пророссийскую позицию. Об этом в эфире ЮЭТВ сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, все задержанные активисты крымско-татарского движения, в частности организации «Крымская солидарность». Напомню, в среду утром в Крыму сотрудники ФСБ России провели обыски и задержали 15 крымских татар. Среди них 9 активистов, которые пытались снимать происходящее на видео. К вечеру их оштрафовали более чем на полторы тысячи долларов и отпустили шестерых задержанных, у которых провели обыски, обвинили в связях с исламской организацией Хизбут-Тахрир. Она в России признана террористической. Эмиль Курбединов считает, что таким образом оккупационные власти расправляются с теми, кто открыто выступает против аннексии полуострова России. Я прибыл к одному из тех, кого там задерживали. Огромное количество было цепления, летали дроны там, спецтехника использовалась, люди вооруженные, в масках. И огромное количество людей, которые пришло поддержать по каждому адресу. По каждому адресу к шести домам. 152 украинских гражданина находятся в плену боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса. 404 человека считаются пропавшими без вести. Кроме этого, десятки украинцев незаконно содержатся в России. Об этом заявил глава службы безопасности Украины Василий Грицак на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Договорились, что Совет обратится за помощью к духовным лидерам и международным организациям, которые занимаются освобождением заложников. В Румынии недостаточно учебных заведений с украинским языком преподавания, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Бухарест. После встречи со своим коллегой Теодором Мелешкану Климкин предложил совместно разрабатывать методику преподавания украинского языка. По его словам, для Украины особенно важно, чтобы образование на родном языке также могли получить и румынские украинцы. Пока же в Румынии есть только один украинский лицей на диаспору в 60 тысяч. Накануне Павел Климкин обсудил языковую норму нового украинского закона об образовании с главой МИД Венгрии. Смысл этого закона не в отмене некоторых или же всех предметов, которые преподаются на румынском языке, и замене их преподаванием на украинском. Смысл этого закона в сохранении системы преподавания на румынском и в дополнении ее обучением на украинском языке. Чтобы каждый гражданин, а речь идет именно о гражданах Украины, имел все шансы реализовать себя в Украине. Ни одна румынская школа не будет закрыта, это во-первых. Во-вторых, ни один учитель в румынских школах не будет уволен. И что еще немаловажно, так это то, что мы договорились о внедрении корректной пропорции в преподавании на родном языке и на государственном языке Украины. Генеральная прокуратура вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос 17 октября. Об этом сообщается на сайте ГПУ. Кроме того, на допрос также вызваны экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший начальник полиции Киева Валерий Коряк. Всех троих вызывают в рамках расследования одного уголовного производства как подозреваемых. Напомню, в Украине рассматривают дело о госизмене Януковича, а также ходатайство ГПУ о проведении специального досудебного расследования в отношении Януковича по делу о преступлениях против участников Евромайдана. С февраля 2014 года Янукович находится на территории России и на заседание суда не является. Украина подала новый иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений импорта продовольственной и промышленной продукции. Об этом рассказала замминистра экономического развития и торговли Украины Наталья Мыкольская в Фейсбуке. В 2013-2015 годах Россия ограничила ввоз украинских соков, пива, кондитерских изделий, обоев. Это свело экспорт этих товаров на традиционный российский рынок почти на нет. Поэтому Киев требует провести консультации с РФ. Это уже третье дело против России в ВТО, подчеркнула Мыкольская. Власти оккупированного Россией Крыма отрапортовали об установке автодорожной арки на мосту через Керченский пролив. Для проведения работ Россия перекрыла его для судоходства до 14 октября. Арка имеет ограничения по высоте для судов 33 метра над уровнем моря, лимит по длине 160 метров. Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий считает, что ограничения судоходства противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Ведь они приведут к тому, что в Мариупольский морской порт в Азовском море смогут заходить только суда с низкой грузоподъемностью. А это серьезно повлияет на конкурентноспособность порта. В августе Россия дважды перекрывала Керченский пролив из-за строительства моста. Национальный банк Украины запретил банкам проводить любые операции с новыми российскими банкнотами. Решение было принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о недавно презентованных купюрах и монетах Центробанка России, на которых изображен Крым. В частности, на новой купюре номиналом 200 рублей изображен оккупированный Севастополь, памятник затопленным кораблям и виды на Херсонес в Крыму. Постановление Нацбанка Украины вступает в силу 17 октября. Борьба за акции компании, рост мировых индексов, биржи, заведенные быки и медведи. Фондовый рынок Украины от этого далекий. Пока скорее напоминают пустующую филармонию. Ни инструментов, ни музыкантов. Как же украинский фондовый рынок заработает и перестанет быть площадкой для вывода денег? Об этом говорили с главой комиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым. Фондовый рынок действительно как пустая филармония. Ни инструментов, ни зрителей, ничего. Здесь есть, если просто и фундаментально, то вся наша экономика, вы прекрасно понимаете, здесь проблема олигархической системы. Да, есть. Она зависит от уже частных интересов. А наш рынок, рынок ценных бумаг, это рынок публичного интереса. Там, где есть одни правила для всех. Сколько вам надо времени, чтобы создать эти правила игры? Вот сколько нужно научиться, чтобы играть на инструменте? Да при желании годика вполне, а вы уже занимаетесь этой реформой. Ну вот три года. Ну поймите, здесь нет начала и конец. Здесь необходимо продолжать и продолжать и продолжать. Сколько на вашем рынке сегодня компаний, которые работают с этими финансовыми инструментами? Полноценными, в хорошем смысле этого слова. Да, честно работают и зарабатывают. Я думаю, несколько десятков. У нас 10 бирж в стране, да? Уже 5. Это за какое время случилось? За 2 года. За последних 2 года? У нас еще 500 товарных бирж. Зачем нам столько? Ну-то именно. Нам одной много. Биржи в нашей стране использовались для того, чтобы создать для ничего какую-то стоимость. Для каких-то ценных бумаг какую-то свою стоимость. Уже это уникальный рынок. Безусловно. Из воздуха? Знаете, это очень модно. У тебя есть фейсбольный клуб, у тебя есть биржа. Ну, понятно, у нее нет ни стен, ничего. И даже стульев скорее нет. У тебя, может сказать, у меня есть биржа. И там много бумаг обращается. Никто не знает, что это за компания. А биржа просто на бумажке? А биржа просто, да. Формальность. И на этом отмываются, зарабатываются деньги? Ну, отмываются, безусловно. Вымываются. И показывается налоговое, что, вот видите, я купил. А потом, ой, потерял. Обычным людям эти инструменты, по большому счету, не нужны. Почему? Кто вам сказал? Потому что, может быть, вашим родителям вследствие приватизации они поняли, они потеряли доверие к ценным бумагам. Это не значит, что они не нужны. Это значит, что просто система не способствовала тому, чтобы доверие-то было. Это не потому, что ценная бумага плохая, а потому, что система себя дискредитировала, потому что у кого-то были другие цели. А сколько сегодня пирамид в Украине вот таких существует? Я вам не могу сказать. Мы их, как говорится, не регистрируем. Эти пирамиды. Есть такие услуги в нашей стране, которые не попадают в регулирование, и они очень большой вред наносят нашим шансам. Это вы сейчас о чем? Это, например, форекс-дилеры. При том, что они не инвестируют в валюту, они продают вам ощущение, что вы делаете осознанные действия, играя на курсы. Плюс они еще вам кредитуют, делают вид, что они вам дают кредит. При этом ваши инвестиции сгорают в секунду. Нам нужны правила и законы. К сожалению, мы их готовили очень долго. Сейчас ждем их принятия. Но наши законодатели должны понимать, что все это время, пока мы ждем, каждый день людей обманывают. Форекс-дилеры. Вот мы сейчас говорим о криптовалютах, в том числе. Это тоже очередной умыльный пузырь криптовалюты? Смотрите, я бы не хотел называть имена конкретные или названия и классифицировать их пузырями или чем-то. Поймите, все эти взаимоотношения в рамках тех же биткоинов, их необходимо рассматривать с другой стороны. Мы, как регуляторы и финансисты, мы смотрим на них с точки зрения сути этих взаимоотношений. Есть ли там обман, подлог или введение вас просто в заблуждение особо. Так есть там обман? Там есть посылы, которые вас вводят в заблуждение и дают вам ощущение каких-то невероятных доходов, будущих, да, и прибылей. Это да, необоснованных. То есть мы не находим подтверждение тому, что одна или другая криптовалюта вдруг заменит, как говорится, доллары, евро или вообще перевернет мир. Такого нет. Но кому-то же надо это распространять. А что надо сделать для того, чтобы фондовый рынок, он вот как оркестр заиграл? Смотрите, видите дирижера? Он должен понимать, что он дирижирует. И все участники оркестра должны просто выполнять свою роль. Заемщики должны возвращать деньги. Они должны показывать тем людям, которые инвестируют в их предприятие, должны раскрывать честную информацию, должны выполнять свои обязательства. И тогда у нас будет рынок, рынок капитала, который будет увеличиваться. То есть люди, которые заработают, они же вложат дальше деньги. Если говорить о будущем, о потенциале, что этот рынок, открытие его может дать и государству, и бизнесу, о каких объемах денег мы говорим? Рынок капитала должен дать возможность инвесторам. Инвесторы – это наши с вами соотечественники, которые хотят приумножать свои сбережения путем инвестиций в ценные бумаги. Так в основном в Соединенных Штатах семьи своих детей в университет и в школу отправляют и оплачивают за счет инвестиций своих же родителей в ценные бумаги. «Генерал Электрик», «Генерал Моторс». Ну, были проблемы с «Генерал Моторс», но тем не менее, IBM, Apple в том числе. Мы тоже хотим к этому прийти и делаем все для того, чтобы у нас были прозрачные правила. И мы могли… Здесь даже не вопрос «Сколько?», а «Как?». Когда у нас будут правила, капитал имеет хорошую способность размножаться. В авангарде борьбы за независимость Украины сегодня стоят украинские воины. Почти 17 тысяч прошедших бои на востоке страны удостоены государственных наград. 2700 посмертно. Звание Героя Украины присвоено 45 украинцам, 27 из них посмертно, подчеркнул президент Петр Порошенко во время торжественной встречи с военнослужащими и ветеранами ко Дню Защитника Украины. Высокие государственные награды президент вручил армейцам, пограничникам, спасателям, полицейским, бойцам Нацгвардии, СБУ и ветеранам АТО. Звание Героя Украины глава государства присвоил Александру Капушу, золотую звезду. Приняли родители воина. 23-летний военнослужащий погиб под Дебальцево в бою с российским агрессором, прикрыв с собой товарищей. Каждый из нас помнит те дни февраля 2015 года. Именно в эти дни, во время выполнения боевого задания, группа разведчиков, возглавляемая Александром, мужественно выроняла позиции от превосходящих сил российских наемников. В сложный момент боя на группу со стороны противника бросили боевую гранату. И Александр, не колеблясь, прикрыл собой товарищей, а сам погиб. Позиция была удержана. За проявленные во время боя смелость и решительность, личное мужество и героизм Капушу Александру Васильевичу присвоено высокое звание Героя Украины. Сын был контрактником, когда он впервые приехал в отпуск. Я, конечно, просила, чтобы он никуда не шел. Мой ребенок был патриотом. Сказал, мама, кто как не мы, ты не понимаешь. Они же пойдут дальше, мы должны их остановить. Пошел и уже второй раз не вернулся. Очень тяжело. Мы, украинцы, должны помнить каждого нашего солдата и гордиться им. Они воплощение мужества, силы, героизма. 800 новых полицейских. Курсанты Национальной Академии внутренних дел Украины приняли присягу. Будущие правоохранители со всех регионов Украины. Несколько сотен девушки. Больше в сюжете наших корреспондентов. Стараюсь уверенно служить украинскому народу. Дотребоваться Конституции и закону Украины. В рядах новоприбывших сотни девушек. После реформирования полиции представительницы прекрасного пола охотно выбирают эту профессию. Впервые за 95 лет в Киевской Академии внутренних дел появились девушки-карабинеры. Каждый день усердно работали, готовились к присяге. Каждый день были тренировки. Честно, сначала карабин казался очень тяжелым. Но потом мы привыкли. Это уже как свое родное. Для многих работа в полиции – мечта детства. Кто-то пошел по стопам родных. Среди них и сын погибшего на востоке Украины Виктора Македона. Он прослужил в МВД 20 лет. А после выхода на пенсию отправился воевать на Донбасс добровольцем. С детства я хотел стать военным. И поэтому пошел в Киевский военный лицей. Но потом в один из вечеров сидел и думал о жизни. И решил закончить то дело, которое начал мой отец. Мама парня Оксана выбор сына поддерживает. Я очень горжусь своим сыном. Я считаю, что это самое большое достижение мое и моего мужа в жизни. В министерстве внутренних дел подчеркнули. Уже завершили первый этап формирования нацполиции. Подбору и подготовке кадров уделили особое внимание. Тысячи правоохранителей ежедневно проявляют мужество и верность присяге. Самоотверженно защищают мир и покой в обществе, что подтверждает события на востоке. В частности, из шести сотен выпускников Академии этого года, больше полусотни с честью несут службу в районе проведения антитеррористической операции. Но перед тем, как стать настоящими полицейскими, ребята должны пройти весь курс подготовки. Учебный процесс в Академии постоянно совершенствуют. Кстати, на днях мы получили сертификат Организации Объединенных Наций для подготовки международных полицейских. Сегодня мы меняем методику обучения. Уделяем большое внимание практике. Это и дистанционное обучение, и тренинги. Привлекаем международных экспертов. Тем временем в нацполиции уже ждут новых курсантов в свои ряды. Учитесь добросовестно, чтобы в дальнейшем профессионально и честно исполнять свою работу в коллективе нашей 140-тысячной полицейской семьи. Украинские военные в стиле аниме. Картины японской художницы Нацуме уже стали трендом в соцсетях. Прототипов своих героев девушка видела только на фото в интернете. Чтобы познакомиться с теми, кто ее вдохновляет, впервые покинула пределы родной Японии и прилетела в Киев. Здесь, в День защитника Украины Нацуме, представит выставку своих работ. Накануне журналистам ЮЭТВ удалось первыми увидеть картины и пообщаться с художницей. Только приехала в Украину и почти сразу на выставку оружия. Военной тематикой японская художница Нацуме увлекается с самого детства. А с недавних пор заинтересовалась именно украинским милитарей. Мне здесь очень понравилась спецодежда для саперов. Я такого в реальности никогда не видела. Так что очень сильное впечатление. Интерес к украинским защитникам у Нацуме возник в 2014 году. Тогда соцсети пестрели сообщениями о событиях на Донбассе. И это не оставило художницу равнодушной. Я просматривала в интернете украинские военные фотографии, события людей. И почувствовала все это. Стала интересоваться больше и больше. Что-то такое появилось в моем сердце. Это зацепило девушку настолько, что она начала переносить украинских бойцов на рисунки. В родном стиле аниме. А точнее манго. И выкладывать картины в соцсети. Образы настолько понравились японской молодежи, что форма защитника Украины превратилась в модную тенденцию. Среди моих друзей уже есть люди, которые интересуются Украиной. Делают милитари косплей. Они разделяют мой интерес к истории и культуре этой страны. Киев-Нацума привезла свое видение украинца в рисунках. В своем творчестве девушка проводит параллели между японскими самураями и украинскими казаками. А также демонстрирует контраст между мирной жизнью и военной реальностью. Здесь, например, одна и та же девушка в обычной украинской одежде и в военной. Это разные варианты ее будущего, отображенные на одном рисунке. Это глубокий месседж разных жизненных путей одного и того же человека, показанный через одежду. На рисунках Нацума украинские бойцы красивые, добрые и молодые. Почти дети. Углубляясь в историю нашей страны все больше и больше, она их представляет именно такими. А вскоре и познакомится лично. Мы написали ей в Твиттер. Она согласилась приехать и привезти свои картины. Передала нам право, чтобы министерство их напечатало. Это наша общая идея с посольством. Ведь сейчас год Японии в Украине. Это вообще первая поездка Нацуме за границу. И впервые она поехала именно в Украину. В агенном художница покажет работы 14 октября, в День защитника Украины, в агентстве Украинформ. Ей взамен обещают перформанс по сближению наций. Любовь Задорожная, Руслан Белозеров, ЮЭй-ТВ. Огневая дуэль. Украинские артиллеристы соревнуются на всеукраинских соревнованиях. Состязания проходят на четырех полигонах. На одном из них побывала Алена Клюску. Евгений сегодня командир пушки. Он отвечает за расчет и его работу. Поэтому максимально контролирует процесс подготовки. Рассказывает, к стрельбе готовятся с самого утра. Приехали на неподготовленную позицию. То есть нам нужно все сделать. Выкопать окопы для личного состава, для снарядов. Чтобы максимально точно поразить цель, нужно правильно выставить орудие. И что самое главное, настроить градус движения, рассказывает Евгений. И только тогда заряжать снаряд. При выстреле снаряд ставится по центру. Заряжается ствол, потом гильза. И вот ручка спуска. После того, как все готово, звучит команда «Огонь». Не менее важная миссия сегодня у Виталия. Он подает снаряды. Одна такая торпеда весит 46 килограммов. Она может поразить цель на расстоянии до 40 километров. Все от капли воды. Может от капли воды взорваться. А может от прикосновения к чему-либо. Радиус осколков 300-400 метров разлета. Это только первый этап соревнований. Впереди еще два. Артиллеристы будут бороться за первенство в четырех номинациях. Тактическая, индивидуальная, по стрельбе и управлению огнем. Специальная и спортивная номинация. В рамках этих номинаций будут оценивать практические навыки офицеров батареи по выполнению ими огневых задач, по боевой стрельбе штатным подразделениям и с использованием имитированных средств, а также умения и практические навыки личного состава в действиях при вооружении. Подобные стрельбища проходят на полигонах всей Украины. В них участвуют более 50 офицеров Вооруженных сил Украины. Лучшую артиллерийскую батарею назовут в ноябре. В Киеве прошел большой финал Кубка Героев АТО. В третий раз на футбольном поле встретились те, кто защищает Украину на Донбассе. В этом году в турнире участвовало более полусотни команд. Главный приз останется в Киеве. Кто победил в соревнованиях и важна ли победа на футбольном поле? Далее. Это традиция турнира. Перед каждым матчем минутой молчания вспоминать тех, кто уже никогда не выйдет на футбольное поле. Их попротивы готовы сражаться на всех фронтах. Они сменили берцы на бутсы, военный камуфляж на спортивную форму. Но цель при этом осталась прежняя. Для того, чтобы победить, нужно попасть точно в цель. 56 команд со всех регионов Украины приняли участие в розыгрыше Кубка Героев АТО. Организаторы уверяют, футбольный турнир – это возможность помочь тем, кто нуждается в поддержке после АТО. Те, кто любит эту игру на поле, оставляют все эмоции. И после свистка остается позитив. И каждый благодарит друг друга за игру, независимо от результата. Большой финал состоял из двух матчей. В первом за бронзу сражались команды учебного центра Десна и ветеранов АТО из Луцка. Победителя определили только в серии пенальти. Решающий удар. И футболисты из Десны бегут к своим болельщикам. Сергей Кудря – военнослужащий учебного центра Десна. И по совместительству – капитан команды. В горячих точках на Донбассе провел три месяца. Говорит, после войны радуется каждому дню. Там совсем другая обстановка. Здесь просто отдыхаешь от всего этого. Надо отойти от этих всех мыслей, от этого всего давления. Здесь просто отдыхаешь. В финале Кубка сошлись две лучшие команды. Армейцы президентского полка и нацгвардейцы воинской части 30-09. Игра была кость в кость. Никто не хотел уступать. Болельщики стоя приветствуют выход на поле вот этого игрока. В последние пять минут матча выходит командир президентского полка. Полковник Сергей Клявлин. Благодарю президенту! Он руководит действиями своих солдат уже на поле. На последней минуте матча замыкает прострел с фланга, устанавливая итоговый счет поединка. 4-0 победа. И настоящего полковника качают, как настоящего чемпиона. Когда был маленьким, я мечтал когда-нибудь выйти на поле такого стадиона. Основному нападающему своей команды я сказал, хочешь обижайся, хочешь не обижайся, но в последние пять минут я выйду. Удалось еще и гол забить. Счастье, детская мечта сбылась. Футбольный праздник удался. Все участники получили от организаторов памятные подарки и призы. Говорят, самой главной наградой для них будет победное завершение войны. Андрей Яковин, Владислав Посудевский, UATV. Четвертая ракетка мира. Украинка Элина Светолина вошла в число претенденток на звание лучшей теннисистки года по версии женской теннисной ассоциации. Она заявлена сразу в нескольких номинациях «Игрок года» и «Прогресс года». Светолина, занимавшая на старте сезона 14 место в рейтинге WTA, смогла взлететь на третью позицию. Это наивысшее достижение в истории украинского тенниса. Конкуренцию харьковчанке в борьбе за звание лучшего игрока 2017 составят первая ракетка мира Симона Халеб, также Елена Остапенко, Горбиньо Мугуруса, Каролина Плишкова и Винус Вильямс. С победителей в номинациях определит голосование представителей международных теннисных СМИ. На этом все. Спасибо, что вам интересна Украина. И обязательно оставайтесь на UATV. Субтитры создавал DimaTorzok